Судьба и ремесло. Книгу с таким названием презентовали в областной научной библиотеке в рамках первого кинофестиваля «Журавли» имени Алексея Баталова. Знаменитый актёр написал её сам много лет назад. В книге рассказывает о кино, работе на радио, раскрывает некоторые тайны своего ремесла и размышляет, как ремесло стало судьбой. Кроме того, судьба и ремесло включают воспоминания Баталова о знаменитых людях, с которыми встречался, общался и дружил. Это просто дань почерти, уважения актёру и времени. Книгу переиздавали не раз, но это издание особенное. Предисловие написала дочь Алексея Баталова Гитана Мария. В книгу вошли и три её сказки, трогательные, вдумчивые и светлые истории о людях. Они создают соответствующее повествованию настроение. Сама Гитана Мария, писатель и сценарист, закончила в ГИК. Из-за болезни с трудом говорит и не может ходить. Зато ей под силу создавать удивительные истории героев на бумаге и выражать себя с помощью творчества. В своё время о её сценарии Юрий Нарштейн сказал. Вот замутительно, человечно. Вот таков был его вердикт в отношении дипломного сценария на Марии к фильму «Дом на английской набережной». Новая книга увидела свет в этом году. Её выпустили тиражом в 2000 экземпляров и почти все из них уже нашли своих читателей. Судьба «Ремесло» даже была номинирована на премию на благо мира 2019 за доброту в искусстве. На презентацию книги собрались ценители творчества Алексея Баталова, организаторы, участники кинофестиваля «Журавли» и ученики знаменитого актёра. В их числе молодой актёр Виталий Кагунский. Как Алексей Владимирович набирал на курс, это отдельная фантастическая история. Вы представляете, он не смотрел на тех, кто выступает и читает стихи. Он слушал молча. Я лично в панике был, хотел убежать со вступительных экзаменов. Но Алексей Владимирович говорил, масики мои, простите меня, если я кого-то не возьму на курс. Вы все очень талантливые, но мне нужны не 10 золотых саксофонов, мне нужен ансамбль. Несколько экземпляров книги передали в областную научную библиотеку. С ними смогут ознакомиться все желающие. Нести добро людям. Задача книги и всего кинофестиваля «Журавли» в целом. Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным. А значит, подобных творческих встреч и общения с интересными людьми в нашем городе будет больше.